Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 Гомель в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Загорелся как спичка. В Калинковическом районе произошел пожар на синоскладе. Огонь охватил металлическое строение в деревне Якимовичи. Зарево наблюдалось издалека. Когда пожарные прибыли на место происшествия, стало ясно, спасти склад не удастся. Огонь полыхал по всей площади. Полностью сгорела шиферная кровля на деревянной обрешетке. Уничтожено 20 тонн сена. Жертв нет. Территория синосклада не охранялась. Сейчас подсчитывается ущерб и устанавливается причина пожара. Кражи в сфере АПК не прекращаются. Милиция практически ежедневно выявляет факты хищения в хозяйствах региона. На этот раз попался механизатор изноровли. Первоначальная проверка показала, что мужчина действительно причастен к краже дизельного топлива сельхозтехники. В одном из хозяйств района за ним был закреплен трактор МТЗ. Рабочий ежедневно получал солярку и не исключено, что регулярно сливал ее в канистры, а потом продавал. Правоохранители поймали мужчину с поличным, когда он слил 120 литров дизельного топлива. Дальнейшая проверка показала, что механизатор, начиная с 15 марта по 18 апреля текущего года, похитил 540 литров дизельного топлива. В настоящее время материалы проверочных мероприятий направлены в Наравлянский Ройска для дачи правовой оценки действиям нарушителей. О том, что такое видеоэндоскоп, теперь знает гражданин Украины, который попытался незаконно перевести через границу партию рыболовных снастей. При помощи технического средства таможенного контроля планы нарушителя были быстро раскрыты сотрудниками Гомельской таможни. Житель Украины спрятал партию рыболовных снастей, прикорм для рыб под обшивкой багажника и салона автомобиля «Опель», на котором и попытался въехать в Беларусь через пункт таможенного пропуска «Новая Рудня». Таможенники вскрыли тайники и оформили нарушения по административной статье. Всего мужчина хотел провести через границу 11 килограммов товаров для рыбалки. Сокрытые в тайниках от таможенного контроля товары, а также автомобиль как средство совершения правонарушения изъяты. Гомельская таможня начала административный процесс по части 2 статьи 14.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Таков обзор происшествий на сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4.